Я обязательно вернусь сюда еще раз. Обязательно. Это очень круто. Аня, давай. Мачача-ча, бурача. Они завтраки всегда иммигрировали, походу, да? Ну вот и добралась я до Греции, а точнее до ее столицы. Начнем с самого худшего. Привет, я Вафинов. И сейчас я тебе покажу все то, о чем ты не знал. В общем, мы прилетели в Афине. Тут мы останемся на два дня. А сейчас мы просто гуляем по центру. Я сейчас все поснимаю. В принципе, кроме центра и метро. Тут, на самом деле, смотреть нечего. А куда она? Нет, 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 нет. Я думаю, что... Аня, она просто как твоя голова. На самом деле, я забыла скупить недвижку в Греции. Но я тут походила буквально пять минут и я переходила. Тут очень много беженцев. Очень много негров, индусов. Ну, да. У меня все осталось. Все стены расписаны. И так ощущение, что я хожу по гетто. Типа, гетто, усеянное деревьями. Какие? Спортфильм. Типы, что эти стены на том, что я не знаю? Ну, мне кажется, они в Татьяне. Они пришли куском завтраки на Куршине. И тут мое представление о белоснежной сказке рухнули, как только вышли из аэропорта. Не думала я, что люди могут так угробить свой родной город. И те же граффити стали частью города. Это не те красивые рисунки, которые ты себе представлял. Это кривые ужасные линии, просто мрачный вкус. И дается впечатление, что я просто попала в помойку. Это больше похоже на вандализм, а не искусство. Хотя, как я поняла, никто из местных не жалуется на это. А наоборот, еще больше мусорит и топит город. Всех все устраивает. Девчонки мои, грезвые колотушечки. Я выбиваю все сталь, хотя мало же всех. Короче, мы вышли возле Африкуля. Тут очень-очень много всего. Интересно. И только по эксцессам. Ну это хотя бы подвезли, да? Так, Анечка, куда мы идем так долго? Вокруг. Вокруг, плюс, что-то. Не знаю, развали мы какие-то. Но мы идем и не очаемся, потому что это единственный достопримечный афинец в Афинах. Мы идем уже полчатка. И хуи такие везде, на каждом углу. Ну, деревянные, правда, киски мотаются. Здесь розовый, мусор. Ну, Аня только это запомнилась. Розовый хуи. Все, мы дошли. Дилет 20 евро один. Финский Акрополь, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной. Это было главное место для нахождения царя. Также ему принялись немало храмов, где выносились молитвы греческим богам и воздавали жертвы. И сегодняшний день это памятник древнего архитектурного расписания. У нас оставалась библиотека. Ну, была. Ну, это понятное дело. Подниматься очень далеко. А мы поднимемся, пожалуйста, где? Не-не-не. Не поднимемся? Нет. Когда я прошла по ночному городу, я не смогла заснять ничего, кроме темноты. Подсвечены обычно только магазины, лавки с мелкой продукцией. Никаких красивых пейзажей ты точно не увидишь. Только споткнешься мусор, так что походи там, где можешь что-то купить. Аня, скривая литвы, Саш. Счастье, счастье. Ну, ты попробуй сядь для фотки, ничего. Мне кажется, ты бы повадишь. Без соли, всего того, что нашли. И дали соседям. Оставаться больше двух дней в Афинах мы не решились. Эпл, не скучно. Мы решили снять яхту, ссылку на приложение, кинокомментарии. Цены от 10 тысяч в сутки. Конечно же, нужна парусная лицензия или сертификация действительной для плавы в Греции. На самом-то деле, тут температура, наверное, по ощущениям, плюс 23. То есть, тут нет такого пикла вверх. Это очень странно. Хотя, на улице я около 30 или 5 градусов. На воде. Слышали! Кому-то весело, а кто-то заплевал уже всю яхту. Мы едем уже около 4 часов. Давай мне в уже, сын Старка. Вот так, окей? Чтобы вы понимали, мы ищем душ. Правда, тут везде есть душевые кабинки, просто мы их неожиданно и мыляем голые. У нас просто закончилась вода, какая-то тварь мыла голову все три дня и слила с воду. Поэтому мы ходили три дня грязные, немытые, вонючие. При отеле мы нашли душевые кабины, там открывает штаб-отель, там можно посидеть покушать, виданька. Стоит это всего 3 евро за каждую, да? Да, да. Со всех. За каждую. За каждую 3 евро вот такие душевые кабинки, там туалет, вот такой вот нестаральный фен, гельте для душа, полотенца. Скорость. Лепарусь. Вкусно. Вообще настраиваю. Может, и мы понылись. Пойдем покушать. Нет, давайте пока пройдемся, просто но хуже дни. А потом сядем. А, они все съедут. Это супер? Я не знаю. Как это называется? Наверное, посмотри назад, девочка моя. Чемас. Слушай, хорошие креветки, мидья, если хотите, там с чесноком, соусом, очень вкусно. С чесноком вкуснее всего, да? У меня две ветки, а тут миди. Какая тут цена? 14 евро. 14 евро? Да. Это компетент. А, Глера, что там у нас? Не, а где? А вот этот поменьше, я не знаю, он... А там есть симпатичные парни, молодые. Посмотри, а пока я вижу, обслужившись, миша. Нужно сгонять. Нужно сгонять. Аня, будь. Здравствуйте, минутка романтизма. Сегодня мы спим тут. Пап, что ж ты, милая. Планеты, друг, смотри, где, бля? Так мимо. О, подожди, у меня раскирачено тут немножко на карамель. Так аккуратненько. Карамель сюда. А вон он, друг наш, срава, там сидит. А вы не виды, там, блин, через кауру. Столько звезд на сайте. Мы сошли с этой яхты, пошли с Инджоку. Мы, не знаю, как, конечно, у меня там всего около где-то 20 тысяч осталось, пока. Я не знаю, как прожить в Греции. Такую сумму, но я думаю, побылок будет интересным. Вот такой себе представляла Греция. Вот такой вот. Белоснежная такая, на любых оттенках белых. Очень красиво. В общем, по каким-то непонятным причинам сегодня паром не работает. Говорят, какой-то страйк. Не знаю, что это значит. Поэтому целый день мы просали, но пойдем сейчас гулять. А завтра отправляемся в Афин и обратно, потому что все вот эти переезды, перелеты, все из Афины. Ну, надеюсь, так и есть. Я верю Ане, а Аня верит губу. Скажем так. Короче, ждем завтра. Аня, ты вообще не видишь, что с мамушек идет, смотри. Лисы при чем? Санторини – это очень романтический остров, который пользуется особенной популярностью у влюбленных и молодоженов благодаря безумно красивым закатам. В общем, сняли отель. Ну, небольшой, показывать не буду, потому что стрёмно. Четыре косаря он стоил, но вид из этого отеля... Сейчас протру-кано. Огонь! Сейчас, как будто на телефон на бушку упадет. Смотри, как он не прикорывает. Вот, посмотрите, гигантские порции. Вот мой ладон. Вот порции, и вражки подают ровно 1-4-ю. Реально, очень большой порции. Я сейчас окажу здесь свои деньги, я снимаю от этих. Ну, уже второй день не можно доехать за Афин. Да, у нас же близок, спасибо. Ну, я же видеоблогер. А вся беда в том, что по всему острову отключают электричество и включают его только в 12 утра. А паром отходит в 11-20. Мы просто не можем расплатить с карточкой. А наличку никто из нас уже во второй раз не может додуматься снять. В Африке нам было мало. Наш Титаник приехал. Ну, билет не выкидывай, а то баллится. Конечно. А не знаю, как мы все там поместимся. Ну, вообще четких разных. Ну, да, походу, вивка, потому что, я не знаю, там как раз и как раз и как раз и все. Тут очень много места. Огонь. И то, что нам доехали. Даже с окнами. Даже с окнами. Видите, мы доехали, ну, в районе часа, даже чуть меньше часа. Да, да. Офигеть, в общем, здесь очень холодно. Огонь. Везде все закрыто. Ну, опять ставим тупим. Это вредные машины. Подожди, ежедневные маршруты от Феррея. В Папе Санторини. Вот это, я не понимаю, что за 4,55. Это вредные или? И тиснука. И вот так у нас проходит все весь наш отдых. Че, не вопал, пойдем. Сука. Открутит для себя 5 звезд путешествий. Короче, все четко. Мы везде успели. Билеты наши стоили 70 евро. Один билет. Мы купили два на обратный путь. Нам не хватило. Да. Не хватило. Ну, мы надеемся, что мы сможем снять деньги. Потому что тут везде требуют наличку. А мы вот такие вот звезды с картами. Без налички. Огонь. На такой штуке я как раз-таки ни разу не казалась. Вот сегодня мы зайдем. Ехать из Афины санитария на вот такой пароходике. Вот нам пачекал. Короче, чемодан я загрузила. Все, пойдем. Кстати, при покупке билета нигде не требуют паспорт. Как его иммигранты все сюда. Если ты решил посетить этот остров, то мой тебе совет. Езжай не в сезон. Это апрель, май и октябрь. В сезон это будет толкучка и довольствие ты не получишь. Ну что, все, мы прибыли. Ну что, все, будем же прибыли. Ну, через дарок так вышло, но за такси... А, как вышло? Просто за полюбашины и сельская. Камон! Ну, мы заплатили 50 евро от Попорова, чтобы доехать до нашего отеля. Да их 500, вы что, офигели? Но за то, обязательно кого-то с мальчиком. Завтра нас позовут за наши же бабки, наверное, в бар или в клуб. Он сказал, что мы. Что-то мы заселились в номер. Этот номер стоил 12 с чем-то там. Ну, типа 12500 где-то так, я уж точно не помню. А номер находится не на первом этаже, а в подвале. Ну, тоже неплохо. Фира очень популярный у туристов город и, как следствие, самый дорогой. Дизайнерские магазины, рестораны, бары в одном количестве помещаются на узких лабиринтах улочи города. Подняться в город можно тремя способами. По лестнице, которая насчитывает около 800 ступеней. На традиционном местном транспорте это ослики. И на более удобном средстве передвижения это фуникулер. Ну, давай, Мать. Ну что? За здоровье нации русской. Огонь. Мы познакомимся с Иоанн, который говорит на русском. Мне кажется, сегодня будет весело. Аня, девочка моя. Ослепительные белоснежные домики, прилепившиеся к скалам, кажутся белым облаком, спустившись на вершину горы. Они находятся так близко друг к другу, что терраса одного дома оказывается крышей другого. Конечно, закатом было повеселее и покрасивше, но неприванно. Несмотря на небольшие размеры, на острове находится свыше 2000 церквей. Здесь принято строить небольшие семейные церквушки. Дела такие мы узнали, что нас немножечко обманули. Они немножечко, а вообще намножечко. Потому что мы могли снять кабриолет за 50 евро, а мы отдали просто за 30. А мы отдали эти деньги за обычные такси от порта до нашего отеля. На минуточку это минут 10-15. Короче, все обманывают. Да. Малакуй. 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 Быстрее! Да битром, блин! Малакуй. Не битром! Быстрее! Да? Ну, не знаю. Я не давал, билл, малакуй. Их тут много. В смысле, он зависел в этот чемодан. Малакуй. На заведение манга потратила Анечка лично. 4,5 тысячи где-то, она заказала кальяна, 2 коктейля, 3 коктейля, но в принципе не особо дорого, тут комфортно и очень круто. Но я больше люблю клубы, она не захотела идти, потому что ехать очень долго, а без такси нас немножко обманывают, поэтому мы решили чуть-чуть сэкономить, но лично Аня не экономит никогда, конечно. Мы вышли из автобуса, мы сели, мы хотели сесть не в тот автобус, но нас направили, так скажем. Ехали мы где-то 35 минут, это очень долго и когда ты поднимаешься в эту гору, прям очень дошнит. Ну посмотрим, что тут есть. Ну короче, в шортах мы все остыли, да. Не, я не хочу. Ну ты шли в заведение, очень крутое, с крутым видом и дорогими ценами. Супы тут по 1 евро, а пасты по 25, 27, 30 евро, я считаю, это очень дорого. Очень крепко подвинутся, красиво. Такой тут вид. Мы посмотрим, что там принесут, я думаю, очень вкусно. Опять же, красивые официанты. Также некоторые заведения включают в счет стоимость вида. Спасибо, что хоть за воздух не надо платить. Тут стоило бы дать отсеку, ну и мне вот этот так, бонус, бонус, бонус. Калатики, тут гигантские порции, поэтому мы заказываем этот релки на двоих. Часто по-русски. Но салат уже дорогой, евро, потому что несут на троих, бля. Салат приправленным таким кисловладким соусом. Там даже курага была. Огонь. Очень вкусно. Короче, тут в Набу опрашивают чаевые, это некрасиво, когда тебе еще одна треть косарей. Из-за того, что у нас не было мелких денег, мы, да, здесь ели, 700 рублей, это слишком. Осады, духовы. Пойдем, нам финанс. Надо с ней кататься еще. Пойдем, пойдем. Не, мне кажется, мы тут еще не было. Все с координатами, не зацепимся. Пойдем. Короче, мы посчитали, правда, все это. Ну, я не знаю, просто мы тупые. Если бы мне были такие тупые, нас бы не обманывали. У меня минус 63 тысячи, а у Ани минус 70, там слишком. Ну, хоть на магнитик хватило огонь. В общем, что, посетили мы всего, получается, три острова за всю поездку. Это Афины, Парас, Парас, господи, не знаю, не помню, как он называется, и Санторини. Вот, мы хотели еще посетить. Следующая остановка Мирка, но, к сожалению, может быть, даже и к счастью, мы туда не попали. На самом деле, там безумно дорого, и чтобы снять отель, там нужно оставить минимум 100 тысяч, и это всего лишь на пару дней. Еда, я думаю, там столько же стоит. Поэтому, я думаю, мы поедем туда обязательно в следующий раз, там куча тусовок. Санкт-Петербург, по-каку, по-каку, по-каку. Субтитры сделал DimaTorzok